Здравствуйте, друзья! В Чехии коронавирусная инфекция уже добралась до фражского зоопарка. Как написали в новостях, заболела почти 50-летняя горилла. Это самый старший член стаи горилл. И сотрудники обратили внимание на ее плохое самочувствие, взяли помет на анализы и обнаружили в нем коронавирус. А другая горилла проявляла тоже признаки заболевания. Она покашливала, но у нее коронавирусная инфекция не подтвердилась. И это уже не первый случай обнаружения коронавируса у животных. В феврале месяце переболел самец горилл и также два индийских льва. Сотрудники зоопарка, конечно, выражают сожаление, что несмотря на все меры, которые они предпринимали, дабы защитить животных, но, видимо, все-таки эта инфекция перешла от сотрудников к животным. Что касается домашних питомцев, наверное, им это не грозит, потому что тоже рассказывают, что в пражском аэропорту должны будут заступить на службу 6 собак, которых сейчас, уже с ноября 2020 года, кстати, обучают обнаруживать коронавирусную инфекцию у приезжих, которые прилетают в Чехию. И они должны будут обнюхивать пассажиров. И в случае, если возникают какие-то сомнения, даже если у человека отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, то будут тщательнее проверять. На сегодняшний момент все, кто прилетает в Чехию, должны на границе, на переходе границы, показать отрицательный тест на наличие коронавируса. На данный момент в Чехии очень ограниченное авиасообщение с другими странами. Есть регулярные рейсы в Париж, в Стокгольм. Летают также чешские авиалинии в Киев. Есть три рейса в неделю в Москву. Но с апреля месяца обещают также возобновить авиасообщение со Стокгольмом, с Одессой. И последующие месяцы тоже авиасообщение будет расширяться. Но все, опять же, зависит от эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться в дальнейшем. Туризм пока в Чехии в полном ступоре. Непонятно, как оно будет дальше. Опять же, сейчас обсуждается вопрос с введением ковидных паспортов. Но пока нет единого согласия между даже странами ЕС, как это должно будет выглядеть в дальнейшем. Ну, вот такие вот новости на сегодняшний день из Чехии. Я желаю вам здоровья. До новых встреч!